МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск День за днём. С вами Виталий Волков. О важных событиях в городе и регионе расскажем прямо сейчас. Итак, основные темы выпуска. Внеочередная сессия Десногорского городского совета. Сегодня на сессии избрать нового посетателя Десногорска городского совета. В Десногорске проведена ревизия малых архитектурных форм. От жителей получаем, конечно, мы обращения, реагируем, выходим с обследованием. Горожане приняли участие в международной акции «Географический диктант». Я считаю, это очень полезно для страны, для народа. А теперь подробнее об этих и других новостях. Делать родной город уютнее и привлекательнее для некоторых горожан это стало настоящей традицией. Утро 1 ноября волонтёры города и неравнодушные граждане провели на Кургане Славы. Совместными усилиями было посажено 64 саженца молодых хвойных деревьев. А наставниками стали сотрудники компании, службы благоустройства. Организация предоставила тяжёлую технику и контролировала правильность посадки молодых деревьев. Таким образом, волонтёры решили внести свою лепту в благоустройство знакового городского монумента. Капитальный ремонт на Кургане Славы начался летом нынешнего года и близится к своему завершению. 31 октября состоялась внеочередная сессия депутатов 5-го созыва. Главный вопрос повестки дня был об избрании председателя Десногорского городского совета. Подробности далее. Заседание открыло временно исполняющие обязанности председателя Десногорского городского совета Юрий Деваков. Он предложил проголосовать за повестку дня, главным вопросом которой было избрание председателя городского совета. Но не все присутствующие депутаты были согласны с легитимностью очередного заседания. Считаю, что третья, внеочередная сессия Десногорского городского совета 5-го созыва назначена на сегодня, 31 октября 2019 года. Главный вопрос был на незаконно. Однако правомерность сессии была подтверждена исполняющим обязанности председателя. Юрий Деваков сослался на регламент Десногорского городского совета, подтверждающий законность и легитимность собрания. Тем не менее, депутат от парзии КБРФ Александр Прокопов выразил протест к такому решению и покинул зал заседания. После чего депутаты приступили к рассмотрению повестки дня. Проведенным тайным голосованием на должность председателя Десногорского городского совета был избран Анатолий Терлецкий, депутат от 8-го округа. Вопрос заместителей нового председателя Десногорского городского совета будет рассмотрен на ближайший день. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Владислав Полоскин, Десна ТВ. Программа «Мой любимый город» продолжает успешно реализовываться на территории Десногорска. На этот раз благодаря ей были приведены в порядок малые архитектурные формы города. Подробности далее. Неотъемлемой частью комфорта городской среды являются малые архитектурные формы. Это скамейки, урны, детские площадки и многие другие ландшафтные элементы. Под воздействием окружающей среды или в результате грубого использования конструкции приходят в негодность. И потребовать их ремонта – право любого жителя Десногорска. От жителей получаем, конечно, мы обращения, реагируем, выходим с обследованием. Если игровой комплекс несет характер угрозы жизни, конечно, принимается решение под его замену или демонтаж. Выполняем ремонты. Стараемся реагировать и выполнять ремонты. Но в администрации до этого стараются не доводить. Игровые площадки, скамейки, урны и прочая уличная мебель ежеквартально проходит технический осмотр. А в октябре нынешнего года элементы малых архитектурных форм, качество которых вызывало сомнения, были отремонтированы или заменены. Выполняется покраска элементов металлических, замена деревянных элементов на игровых комплексах, также замена скатов, ремонт скатов, подсыпка песка. Восемь игровых комплексов уже отремонтированы. Также в городе появились 28 новых лавочек и 22 урны. Все это по программе «Мой любимый город». Этот проект действует при финансовой поддержке госкорпорации «Росатом», концерна «Росэнергоатом» и Смоленской АЭС. Благодаря этому в Десногорске в августе этого года появился игровой комплекс у городского фонтана. А скоро на карте муниципалитета появится и другая игровая площадка у реабилитационно-оздоровительного и досугового центра. Олег Соловьев, Андрей Прохоров, Владислав Полоскин, Десна-ТВ Старейшее предприятие России по изготовлению стеклотары на новом этапе развития. Государственно-частное партнерство позволило сохранить Россовский стекольный завод и вывести его из глубокого кризиса. Перспективы развития уникального предприятия оценил губернатор Алексей Островский в ходе рабочего визита в Россовский район. Стекольный завод уже работает на полную мощность и активно возвращает позиции одного из лидеров российского рынка – производителей стеклянной тары для пищевой и парфюмерной промышленности. Несколько лет назад долги за потребление газа превысили 300 миллионов рублей. Стекловаренные печи были погашены, производство остановлено. Администрация региона оказала содействие в организации прямых поставок газа на производство. Сейчас здесь трудится более 700 человек. В планах на ближайшие годы модернизация двух стекловаренных печей и постройка третьей. 27 октября в школе номер один состоялась просветительская акция «Географический диктант». Проверить свои знания о родной стране пришли активные жители Десногорска. Об интеллектуальной викторине далее в сюжете. Организатор проекта «Русское географическое общество». Он стартовал в 2015 году по инициативе президента Российской Федерации Владимира Путина и быстро стал общемировым. При поддержке концерна «Росэнергоатом» географический диктант 2019 объединил жителей более ста государств. Зарубежные площадки «Росатома» работали в таких странах, как, например, Индия и Китай. В Десногорске просветительская акция такого формата прошла впервые. К интеллектуальной викторине проявили интерес 50 человек разных возрастов и профессий. С приветственным словом к участникам обратилась исполняющая обязанности председателя комитета по образованию Ольга Хромченкова. Я нисколько не сомневаюсь, что те интересные ответы, которые вы представите от нашего города, будут значимы, интересны и важны. Поэтому добрый путь. Модераторами викторины выступили заместитель директора школы номер один Ольга Кузьмичева и учитель географии школы номер два Елена Макарова. Участники за 45 минут должны были ответить на 40 вопросов, которые озвучили известные артисты и медийные личности. Первая часть викторины состояла из 10 относительно простых вопросов, составленных на основе общеизвестных фактов из географии. Вторая из 30 более сложных вопросов. Для ответа на них нужна была не только общая эрудиция, но и логическое мышление. Ясногорцы проверили свои знания о географическом расположении городов, крупных озер, рек и многом другом. Я знал, что Русское географическое общество проводит подобные мероприятия. Ну вот, решил вспомнить школьную программу. Я считаю, это очень полезная для страны, для народа работа. Она и развивает людей, и патриотизм развивает. Она позволяет получить новое знание о своей земле. В завершении все получили свидетельство об участии в просветительской акции. Результаты по индивидуальному номеру можно будет проверить 29 ноября на сайте проекта. Виталий Волков, Григорий Шилин, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. Синоптики рассказали о погоде в России в ноябре. Средняя температура на большей части европейской территории России в ноябре приблизится к норме. В Москве последний месяц этой осени будет характеризоваться нестабильной погодой. Теплый ноябрь могут ожидать жители Дальнего Востока, Сибири, Архангельской области и Республики Коми. Однако на смену потепления придут похолодания. Затем температуры приблизятся к норме, дойдя до средних показателей в минус 1-2 градуса. Осадки на европейской территории в ноябре ожидаются в пределах нормы. Дефицит дождей может быть только в Крыму. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте disna-defistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами был Виталий Волков. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok